Здравствуйте! Это новости Дагестана на ННТ в студии Махач Курбанов и коротко о главном. Угроза подтопления останется в прошлом. На реке Самур у села Ахты проводят берегоукрепительные работы. Подробнее через минуту. Аромат мандаринов, выпечки и пряностей. В Махачкале проходит сельскохозяйственная ярмарка. Об ассортименте продукции узнаем чуть позже. 9 из 10 возможных наград высшего достоинства у нас. Вольники Дагестана с триумфом завоевали золотые медали Кубка Мира, завершившегося накануне в Белграде. Муфтия Дагестана заключит соглашение о сотрудничестве с историческим парком Махачкалы. Накануне Муфтия Дагестана шейх Ахматофанди встретился с руководителем исторического парка «Россия. Моя история» Тимуром Велихановым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия, а также возможные совместные проекты. Тимур Велиханов предложил Муфтию Республики подписать соглашение, в рамках которого будут реализованы совместные мероприятия, направленные в первую очередь на повышение уровня образования в Республике и на популяризацию истории. Поддержав данное предложение, Муфтия Дагестана шейх Ахматофанди отметил важность изучения истории для подрастающего поколения. Чтобы дети были достойными наследниками наших предков, надо знать историю. Вспомним период Великой Отечественной войны, когда люди, лежа в окопах, жертвовали собой ради других. Никто не спрашивал о религиозной или национальной принадлежности. Все помогали друг другу и спасали чужие жизни, отметил Муфтия Дагестана. По итогам встречи было принято решение подписать соглашение о дальнейшем взаимодействии, а также разработать план совместных мероприятий на ближайшее время. На реке Самур у села Ахты проходят берегоукрепительные работы. Ежегодно во время паводков здесь создается угроза подтоплением. В опасную зону попадали жилые дома, дорога республиканского значения и газопровод высокого давления. Основной паводковый период это с июня по август месяц. Уровень воды сильно увеличивается, объем воды в реке. Ежегодно здесь подтапливались жилой сектор, где находились более 20 жилых домов. Это будет строиться габионная конструкция берегозащита. Она составляет около 2200 погонных метров с применением железобетонной стенки. В следующем году уже работы дальше пойдут, уже будет заложена эта габионная конструкция. Пока идут земляные работы. В этом году работы проводятся на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. В следующем году на эти цели запланированы 60 миллионов. Берегоукрепительные работы продлятся три года. В итоге они навсегда избавят село Ахты от угрозы подтопления. Кроме того, высвободится более 120 гектаров земли, которые можно использовать в сельскохозяйственных целях. В эту субботу и воскресенье в Махачкале проходит сельскохозяйственная ярмарка. Организована она Минсельхозом Дагестана при содействии столичной администрации. Площадка развернута на улице Пушкина рядом со зданием Аварского театра. О том, какая продукция представлена на ярмарке, в сюжете по темат Канаповой. Основная цель таких ярмарок – это снижение цен. Стоимость продуктов здесь заметно ниже, чем в иных точках торговли. Кроме того, продукция еще и экологически чистая. Табар представлен от сельхозпроизводителей из районов Дагестана. Они и ручаются за эти показатели. Цены горожанам, городским нашим, очень доступные. 280 рублей баранина, та цена говядина, молоко 50 рублей литр за литр и сыр по 280 рублей. Сейчас самый сезон саженцев покупать, посадить. На всех есть бирки, бычье сердце. Жители и гости города могут приобрести здесь мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты, мед, рыбу, сухофрукты и многое другое. Ярмарка хорошая, продукты хорошие, цены нормальные устраивают. Много чего взяла я, да, всем довольна. Мы, наоборот, радуемся. Хоть часто было бы, еще хорошо было бы. Все нормально. Кому чего нужно, все есть. Еще одна цель таких ярмарок – это вывод наших производителей, напрямую минуя цепочки посредников на торговые сети. Все это для того, чтобы горожане смогли приобрести продукты без большой наценки. Например, уже прорабатывается вопрос возможности поставок капусты из Дербенского района. Наши аграрии готовы город снабжать дешевой и хорошей качественной продукцией. Цены здесь от 10 до 25% ниже, чем на рынке или в сетях. Поэтому цель этой ярмарки – дать горожанам дешевый, хороший, качественный продукт. Все мы видим, что цены, к сожалению, в сетях и на рынке растут по зависящим от нас причинам и по субъективным, по объективным причинам. Подобные ярмарки планируется провести в конце следующей недели. Проводятся они с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм. Отпытим, что ярмарки также проходят в парке имени 50-летия Октября на проспекте Имама Шамиля, а также в городе Буйнакске и в Пизелюрте. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестане стартовала всероссийская акция «Новый год в каждый дом». Волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставляют новогодние подарки со сладостями и игрушками детям. В первый день акции «Праздничное настроение» подарили трем нуждающимся семьям, проживающим в Махачкале. Суть акции – это поздравление детей врачей, которые на сегодняшний день работают в красной зоне, детей с ограничениями здоровья, особенно детей, также детей из малоимущих семей и других нуждающихся семей. В ходе поздравительных мероприятий волонтеры также беседовали с детьми, интересовались их успехами в школе и увлечениями, а дети рассказывали стихотворения с новогодней тематикой. Стоит отметить, что при доставке подарков учитывались все эпидемиологические требования. Подарки передавались бесконтактно на свежем воздухе или на лестничной площадке. Всего в рамках мероприятия планируется доставить порядка 5000 подарков. Акция «Новый год в каждый дом» продлится до 31 декабря и пройдет во всех муниципалитетах республики. Четверо дагестанцев завоевали золотые медали Кубка Мира, завершившегося накануне в Белграде. В заключительный день соревнований на первую ступень пьедестала поднимались Абаз Гаджи Магомедов 61 кг, Даурен Круглий 86 кг и Абдул Рашид Садулаев 97 кг. Напомним, что днем ранее обладателями медалей высшей пробы на Кубке Мира стали пятеро дагестанцев. Так, в общей сложности в активе наших борцов оказалось 9 из 10 возможных золотых наград. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, смотрите новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова